ПО-КИ В этом задании нужно ответить на вопрос «Где это?». Давайте для этого переведем диалог на русский язык. Делька цей до завтрашнего дня. Сукчерэль кукнесео. Обязательно сдайте домашнее задание. Получается, обязательно сдайте домашнее задание до завтра. Ключевые слова этого диалога будут сукчерэль домашнее задание и сунцинним учитель. Чтобы ответить на вопрос «Где это?», нужно объединить эти два слова. Итак, домашнее задание и учитель. Давайте для начала предположим, где это может быть. Да, это может быть либо в школе, либо в классе. Теперь давайте посмотрим на четыре варианта ответов. Номер один. Йог. Остановка, либо станция. Номер два. Кунгхан. Аэропорт. Номер три. Кюсель. Класс, или классная комната. Номер четыре. Каге. Магазин. Из четырёх вариантов ответов нам подходит как раз один. Это классная комната. Чонгдаб. Правильный ответ номер три. Кюсель. 네, 알겠습니다. Давайте для начала переведём на русский язык. Йоги сюда кимпап 하나 고, один кимпап и, рамен 하나 주세요, и один рамен пожалуйста. Получается, дайте сюда пожалуйста один кимпап и один рамен. Ключевые слова этого диалога будут кимпап, рамен, 주세요, дайте пожалуйста кимпап и рамен. Давайте посмотрим, где это может быть. Вариант ответа номер один. Итак, где просят дать кимпап и рамен? Скорее всего, это просят сделать в ресторане. Чонгдаб. Правильный ответ номер один. Сиктан. Паль 번. 어떻게 오셨어요? 통장을 만들고 싶어요. Давайте переведём диалог на русский язык. 어떻게 오셨어요? чем я могу вам помочь? или чем могу помочь? 통장을 만들고 싶어요. Я хочу открыть банковскую книжку. Ключевое слово диалога – 통장, банковская книжка. Итак, где же можно открыть банковскую книжку? Давайте посмотрим на варианты ответов. Номер один. 시장, рынок, номер два. 은행, банк, номер три. 기차역, вокзал, номер четыре. 운동장, стадион или спортивная площадка. банковскую книжку можно открыть в банке. 정гдаб. Правильный ответ номер два. 은행. 9번. Давайте переведём диалог на русский язык. 사장님, 안에 계세요? 디렉тор внутри есть? или можно перевести как директор на месте? 지금 회의실에 계세요. он или она сейчас в комнате для переговоров. ключевые слова диалога будут 사장님, директор, 헤이실, комната для переговоров. Давайте посмотрим на четыре варианта ответов. Номер один. 평원, больница. Номер два. хэса, офис. Номер три. тусугуан, библиотека. Номер четыре. уцегук, почта. Итак, директор и комната для переговоров. где это может быть? это может быть в офисе. 정гдаб. Правильный ответ номер два. хэса. 10번. 손님, 뭘 찾으세요? 사전은 어디에 있어요? Давайте переведем диалог на русский язык. 손님, 뭘 찾으세요? Вы что-то ищите? 사전은 어디에 있어요? Где находятся словари? Итак, ключевые слова диалога будут 손님, клиент, и 사전, словарь. Давайте посмотрим, где это может быть. Номер один. 공원, парк. Номер два. кюве, церковь. Номер три. 빵чик, хлебный магазин. Номер четыре. со전, книжный магазин. Итак, 손님 и со전. Сонним означает клиент, значит, это, скорее всего, может быть магазин. И словари продают в каком магазине? В книжном магазине. 정답, правильный ответ, номер четыре. со전. В этом задании нужно выбрать правильный ответ, выбрав слово, и вставить его в предложение так, чтобы получилось законченное предложение. Давайте сначала прочитаем и переведем на русский язык. Дальсига чувствует. Погода хорошая. КАРО и МАЛЬСИМНИДА. Скобки, чистая. И относится к именительному падежу, то есть это окончание именительного падежа. Давайте посмотрим на четыре варианта ответов. Номер один. НУН, снег. Также можно перевести как глаз. Номер два. ПАМ, вечер. Номер три. ХАНЭЛЬ. НЕБО. Номер четыре. КУРЫМ. ОБЛАКО. Итак, Дальсига чувствует. Погода хорошая. И также что-то чистое. Если погода хорошая, то чистое обычно небо. ЧОНГДАП. Правильный ответ, номер три. ХАНЭЛЬ. Получается такой текст. НАЛЬСИГА ЧУСЫМНИДА. ХАНЭРИ МАЛЬКСЫМНИДА. Погода хорошая, небо чистое. Давайте прочитаем и переведем на русский язык. КАРО. Э. КАМНИДА. ИДУ. НА. СКОБКИ. СОПОРЫЛ ПОНЕМНИДА. Отправляю посылку. КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО здесь будет СОПО, посылка. То есть этот человек идет туда, где можно отправить посылку. Давайте посмотрим на четыре варианта ответов. Номер один. КЫКЧАНГ. ТЕАТР. Номер два. СИКТАНГ. РЕСТОРАН. Номер три. ТУСОГУАН. БИБЛИОТЕКА. Номер четыре. УЧЕГУК. ПОЧТА. ПОСЫЛКУ МОЖНО ОТПРАВИТЬ НА ПОЧТЕ. ЧОНГДАБ. Правильный ответ номер четыре. УЧЕГУК. У нас получается с вами такой текст. УЧЕГУКЕ КАМНИДА. СОПОРЫЛ ПОНЕМНИДА. ИДУ на почту. Отправляю посылку. Давайте прочитаем текст и вместе переведем на русский язык. БОРИКА КАРО. ГОЛОВА. СКОБКИ. КРЫСАО. ПОЭТОМУ. ЯГАЛЬ МОГСЫМНИДА. ПРИНИМАЮ ЛЕКАРСТВО. Давайте посмотрим на ключевые слова. Ключевыми словами будут МОРИ, ГОЛОВА, ЯГ, ЛЕКАРСТВО. То есть что-то происходит с головой, поэтому человек принимает лекарства. Теперь давайте посмотрим на четыре вариантов ответов. Номер один. АПУМНИДА. БОЛИТ. Номер два. ЦАЛЬ ПСЫМНИДА. КОРОТКИЙ или КОРОТКИЕ. Номер три. ЯПЫМНИДА. КРАСИВЫЙ или КРАСИВАЯ. Номер четыре. ЧУСЫМНИДА. ХАРОШО. Итак, человек принимает лекарства, потому что голова болит. ЧОНГДАП. Правильный ответ номер один. АПУМНИДА. Получается такой текст. МОРИГА АПУМНИДА. ГОЛОВА БОЛИТ, ПОЭТОМУ ПРИНИМАЮ ЛЕКАРСТВА. Давайте вместе прочитаем и переведем на русский язык. СИЗАНГЕ КАМНИДА. Я иду на рынок. КОГИ, КАРО, ЧЕСОРЫЛ, САМНИДА. ПОКУПАЮ МЯСО, СКОБКИ, ОВОЩИ. Итак, ключевые слова будут КОГИ, МЯСО, ЧЕСО, ОВОЩИ. Человек идет на рынок и покупают мясо, овощи. Как же соединить эти два слова? Давайте посмотрим на варианты ответов. НОМЕР ОДИН, ВА, И, НОМЕР ДВА, МАН, ТОЛЬКО, НОМЕР ТРИ, КАЗИ, ДО, НОМЕР ЧЕТЫРИ, ЭСО, В. Итак, человек идет на рынок, покупают мясо и овощи. ЧОНГДАП, ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ НОМЕР ОДИН, ВА. Получается такой текст. СИЗАНГЕ КАМНИДА. Я ИДУ НА РЫНОК, ПОКУПАЮ МЯСО И ОВОЩИ. Давайте прочитаем и переведем вместе на русский язык. ЙОРЫМ ИМНИДА. ЛЕТА. ЛИБО МОЖНО ПЕРЕВЕСТИ КАК СЕЙЧАС ЛЕТА. НАЛЬСИ ГА КАРО. ТУПСЫМ НИДА. ПОГОДА, СКОБКИ, ЖАРКОЯ. ИТАК, СЕЙЧАС ЛЕТА И ЖАРКАЯ ПОГОДА. ДАВАЙТЕ ПОСМОТРИМ НА ЧЕТЫРЕ ВАРИАНТА ОТВЕТОВ. НОМЕР ОДИН. АККА. ТОЛЬКО ЧТО. НОМЕР ДВА. АЧУ. ОЧЕНЬ. НОМЕР ТРИ. МОНДЖО. СНАЧАЛА. ИЛИ СПЕРВА. НОМЕР ЧЕТЫРЕ. ОСО. ДАВАЙ. ИТАК, СЕЙЧАС ЛЕТА. И ПОГОДА КАКАЯ? ОЧЕНЬ ЖАРКАЯ. ЧОНГДАП. ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ НОМЕР ДВА. АЧУ. ПОЛУЧАЕТСЯ ДАКОЙ ТЕКСТ. ЙОРАМИ МНИДА. НАЛЬСИ ГА АЧУ ТОПСЫМ НИДА. ЛЕТА. ПОГОДА ОЧЕНЬ ЖАРКАЯ. ДАВАЙТЕ ПРОЧИТАЕМ И ПЕРЕВЕДЁМ НА РУССКИЙ ЯЗЫК. ОНЫР ЭН ЧЕЙ САНИРИ МНИДА. ИТАК, КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА СЫНИРИ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ и ЧИНГУ ДРУЗЕЙ. ТЕПЕРЬ ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ ПОСМОТРИМ НА ЧЕТЫРЕ ВАРИАНТА ОТВЕТОВ. НОМЕР ОДИН. НРАВИЛСЯ. НОМЕР ДВА. ПРИГЛОСИЛ ИЛИ ПРИГЛОСИЛА. НОМЕР ТРИ. КАРЫЧОСЫМ НИДА УЧИЛ УЧИЛ УЧИЛА. НОМЕР ЧЕТЫРИ. КУГЮН ХЕСЫМ НИДА СМОТРЕЛ СМОТРЕЛА. ИТАК, СЕГОДНЯ У ЭТОГО ЧЕЛОВЕКА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ и ДРУЗЕЙ. ЧТО СДЕЛАЛ? ПРИГЛОСИЛ. НОМЕР ДВА. ЧОДЫ ХЕСЫМ НИДА. СЕГОДНЯ У МЕНЯ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ. Я ПРИГЛОСИЛ или ПРИГЛОСИЛА ДРУЗЕЙ. давайте вместе прочитаем и переведем на русский язык он не старшая сестра чумы пиосы мне до училась танцевать но так как это в прошедшем времени означает что сестра ранее училась танцевать и немножко есть скрытый смысл что сестра хорошо танцует так как раньше она уже научилась как нужно танцевать второе предложение чумы чай каро она хорошо скобки давайте посмотрим на ключевые слова ключевые слова будут чумы пиосы мне до чумы чай она научилась танцевать и что танец хорошо что теперь давайте посмотрим на четыре варианта ответов номер один чум не до танцевать номер два сын не до писать номер три там не до ездить номер четыре чем не до играть итак наша старшая сестра она училась танцевать и она хорошо что делает что делает танцует чум да правильный ответ номер один чум не до у нас получается такой текст он не нэн чумы пиосы мне до чумы чай чум не до старшая сестра научилась танцевать она хорошо танцует теперь давайте посмотрим на лексику этого диалога у нас было предложение чумы чай чум не до итак чем будет танец чудо танцевать но словосочетание чумы чудо по-русски переводится одним словом танцевать также у нас было слово там не да тогда переводится как ездить либо можно перевести как кататься и так на чем же можно ездить или кататься можно ездить верхом на лошади бары там не да также можно ездить на велосипеде чазонгоры там не да либо если мы катаемся на лыжах по-корейски будет скиры там не да еще одно слово которое было в четвертом варианте тем не да сюда переводится как бить или ударять это слово употребляется в таких словосочетаниях играть на гитаре гитары тем не да или играть в гольф гольпы рель тем не да играть в теннис теннис и рель тем не да если вы заметили то гольф и теннис в обоих случаях есть мячик то есть как бы ударяешь по мячу поэтому теннис и рель тем не да гольпы рель тем не да также когда человек играет на гитаре он как бы ударяет по струнам пальцами поэтому по-корейски звучит как гитары тем не да играть на гитаре сегодня на лекции аудирования мы попрактиковались в ответе на вопрос где это чтобы определить место достаточно обратить внимание на ключевые слова в диалоге объединив ключевые слова можно легко предположить где происходит диалог сегодня на лекции чтения мы попрактиковались дополнение предложения словом из данных вариантов чтобы правильно подобрать правильное по смыслу слова достаточно обратить внимание на ключевые слова в предложениях и также знать правильный перевод спасибо и всего вам хорошего